Уважаемые львы и львицы, всем доброго времени суток. Вы на канале Ока Таро и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на март месяц. Каким для вас будет первый месяц весны и что он в целом вам принесет. Что мы сегодня будем рассматривать. Общие характеристики всего этого периода. Основные движущие энергии этого месяца. Ваши цели, ваши задачи, ваша возможность в отношении тех целей и задач, которые вы будете перед собой ставить. Расклад затронет многие сферы вашей жизни, которые волнуют каждого человека. Семья, дом, быт, взаимоотношения, работа и карьера, финансы. Расклад также покажет ваши кармические задачи. И будет еще две дополнительные карты форс-мажора или скрытых факторов. Отдельно для женщин и отдельно для мужчин. Пока я подготавливаю колоду, вы сейчас просто можете подумать о том, что вас на этот месяц волнует больше всего. Что бы вы хотели знать и, возможно, расклад даст вам автоматически нужные советы и нужные подсказки. Благодаря раскладу мы можем вовремя высветить ваши слабые и ваши сильные стороны жизни. Колода фактически готова, еще думаете. Напоминаю, что все те, кто знает свой асцендент, просмотр вы также можете делать и по асценденту. Колода готова. И я приступаю к выкладке. Уважаемые львы и львицы, все карты вашего расклада перед вами. И я приступаю к его прочтению. Радую то, что ваш расклад начинается с замечательной карты старшего аркана Колеса Фортуны. Это карта любого рода возможностей, которую вы сможете использовать для себя во благо. Также в раскладе есть еще два старших аркана, которые привлекают к себе внимание. Это карта дьявола в центре, которая выпала в ваши кармические задачи. И карта Колесницы рядышком. Это говорит о том, что для того, чтобы добиться чего-то в этом периоде, для того, чтобы что-то решить для себя максимально хорошо, вы должны быть прежде всего очень хорошими психологами, тактиками и игроками. По дьяволу это манипуляция, это интрига. Вы должны быть мастером каких-то интриг для того, чтобы решить все свои задачи. Почему? Потому что если не вы кого-то попытаетесь использовать, то возможно вас кто-то будет пытаться использовать по этой карте. На вас могут оказывать психологическое давление. Вас могут пытаться подчинять своей воле. С помощью вас кто-то может пытаться разрешить свои вопросы. Но вы от природы прекрасные. Психологи и манипуляции таких людей вы будете тут же видеть. По дьяволу вы должны суметь кого-то переиграть. И в таком случае вы что-то сможете выиграть. Конечно, это карта азарта, желание кем-то или чем-то управлять, желание кому-то что-то доказать и самому себе, что вы лучше, что вы успешней. Даже тогда, когда у вас дела идут не очень внешне, вы показываете совершенно другую картинку, то, что вы успешны, то, что у вас все хорошо. И это тоже работает. Карта колесницы говорит о том, что в конечном итоге вы сможете открыть нужную дверь, совершить нужный договор, совершить нужную поездку. Скорее всего, вот эта самая игра в какой-то степени вас даже будет забавлять. Но по дьяволу я вижу, что все равно у вас есть какие-то внутренние страхи, внутренняя неуверенность, нежелание от кого-то зависеть или кому-то подчиняться. Именно поэтому вы любую ситуацию попытаетесь действительно обыграть. Расклад начинается с карты колеса фортуны. Колесо фортуны предполагает уже какие-то новые или хорошие возможности в самом начале этого месяца. Но так как эта карта показывает энергии всего этого периода, колесо фортуны говорит о том, что очень многое в этом месяце будет развиваться очень быстро и очень стремительно, но положительно для вас. Это карта скорости абсолютно во всем. Она может показывать любые новые знакомства, коммуникации, возможные разъезды и то, что вы постоянно мобильны по этому аркану. Вас может интересовать какая-то новая информация. Но при этом есть еще и какие-то старые вопросы из прошлого периода, которые тоже могут перетягиваться в этот месяц. Но я вижу, что уже в начале этого месяца вы что-то пытаетесь решить, что-то пытаетесь закрыть. Если говорить о том, каким или какой вас видят люди в вашем ближайшем окружении, именно таким ярким, общительным, динамичным человеком вас и видят другие люди. И кто-то, может быть, даже считает своей удачей иметь дело именно с вами. Эта карта может говорить о том, что вам будут помогать сами стихии, сами высшие силы. И по этой карте у вас может быть не один ангел-хранитель. Под вашими ногами выпала девятка монет. Это говорит о том, что многих из вас, конечно же, волнуют финансовые блага, финансовое благополучие, все, что может касаться работы, доходов, любых рабочих контактов и договоренностей. И в начале периода очень многие сделки решаются успешно. Эта карта предполагает то, что вы можете себе что-то позволить, что вы можете себя чем-то побаловать. Вы сможете и поработать, и отдохнуть. Вы показаны как очень уважаемая личность в тех кругах, в которых вы находитесь. Рядом с вами могут быть люди, которые признают какие-то ваши заслуги. С вас могут брать пример, вас могут кому-то ставить в пример. Какая-то часть ваших финансов может быть активна, потому что я вижу, что вы готовы деньги куда-либо вкладывать так, чтобы эти деньги работали на вас. Но прежде, чем куда-то все-таки деньги вкладывать, вам стоит хорошенечко подумать, потому что в центре мы видим карту дьявола, а этот аркан говорит о том, что вы в чем-то подвержены все-таки риску. Я не вижу того, чтобы вы особо задумывались о вопросах здоровья. В начале этого месяца вас волнует нечто другое. Все-таки движение, работа, дороги, общение. Но то, что я вижу в целом по раскладу, что вам может мешать, какие-то ваши вредные привычки или вредные пристрастия. Каждый из вас сам знает о своих вредных привычках, поэтому суть в том, что вы должны уметь это контролировать, и таким образом вы сможете улучшить уровень своей жизни и своего здоровья в том числе в первую очередь. Что важно по первым двум картам, что даже если меня смотрят люди, которые не работают вообще, у вас пока нет основной работы, у вас также будут финансовые поступления, и у вас также будут какие-то возможности. Для тех, кто, например, ищет работу, хочет трудоустроиться, или вы хотите начать какой-то новый свой проект, все по этим арканам для вас возможно. То, что касается тех, кто при работе, первой картой для вас выпала двойка жезлов. Эта карта, конечно же, говорит о том, что в работе вас явно не все удовлетворяет. Скорее всего, вы рассматриваете еще какие-то дополнительные варианты или по сотрудничеству, или по подработке, или по дополнительным проектам. Прежде всего, вас не удовлетворяют ваши финансы. Может быть, вы думаете о помощи спонсоров или инвесторов, которые могли бы влиться в какие-то ваши проекты или замыслы. Но не стоит с этим спешить и торопиться, хотя вам хочется что-то ускорить. Вы либо переоцените свои возможности, либо недооцените возможности других людей. Почему? Потому что второй картой для вас выпала пятерка мечей. И эта карта может показывать любого рода подставы, чье-то желание вам навредить. Карта может показывать чью-то двойную игру, чью-то подлость в профессиональной сфере. Поэтому, если вы работаете в больших коллективах, будьте особо бдительны и внимательны. Или если вы работаете в крупных организациях, если вас волнует карьерный рост, явно по этой карте вам кто-то может мешать и делать будут это абсолютно сознательно. Это могут быть любые люди, которые с вами пытаются конкурировать или которые недовольны какими-то вашими действиями. Эти люди будут действовать из-под тяжка за вашей спиной очень аккуратно, так что вы даже не будете догадываться, откуда исходит негатив. Но в какой-то момент эти люди все же себя могут проявить. Поэтому изначально по карте дьявола я и говорила о том, что вам самому или самой нужно быть хитрее. Кто-то может пытаться вас подсиживать, претендовать на что-то ваше, могут распускать какие-то сплетни тут, может быть по этой карте все что угодно. В вашем случае эта карта может предполагать то, что лучшая защита это нападение. То есть если вы первыми сознательно, зная о том, откуда может исходить негатив, делаете такой шаг навстречу вашим врагам, пытаясь их дестабилизировать их же методами, в какой-то степени вы себя обезопасите, потому что ваши враги хотя бы на время отойдут в сторону. Но они по-прежнему будут активны. И вот эта карта об этом постоянно напоминает. Если кто-то из вас думает о том, чтобы поменять работу, меня могут смотреть и такие люди. С этим пока тоже не стоит спешить. Почему? Потому что для того, чтобы уйти с этой работы, вам прежде нужно продумать, куда вы будете уходить и как вы будете уходить. Тут еще важно уйти красиво, чтобы вас напоследок в чем-то тоже не подставили. Но если вы собираетесь оставаться на этом рабочем месте, внимательность должна быть абсолютно во всем. И, конечно, первая карта может предполагать то, что вам жизнь предлагает какие-то шансы, которые вы сможете использовать, но у вас кто-то будет пытаться вырвать прямо что-то из рук. Поэтому не пропустите свою удачу и не отдайте ее другим. Ну а теперь перейдем к тем, кто в этот период вошел, пока не работая. Для вас первым арканом выпала четверка чаш, а второй картой мы видим туз мечей. Четверка чаш говорит о том, что несмотря на то, что вы, может быть, находитесь периодически в какой-то грусти или меланхолии, вроде бы все неплохо, но вас все равно не все устраивает, вы все равно грустите и печалитесь. Может быть, вам кто-то предлагает какую-то свою помощь, дружбу или общение. Вы не спешите это общение или помощь принимать, потому что вы понимаете по дьяволу, что будете зависеть от этих людей. Тут идет постоянный анализ, разбор полета в своей собственной жизни, что я делаю или не делаю, так или не так, в чем были мои ошибки раньше, боязнь допустить каких-то ошибок в настоящем и в будущем. Чем хорош этот аркан? Тем, что он говорит о том, что все равно за вашей спиной есть какие-то люди, на которых вы в любом случае можете опираться. Это могут быть самые-самые близкие, но вы даже самым близким людям не всегда и не все способны доверить. Эта карта может говорить о том, что вам хочется какого-то отдыха, вам хочется, возможно, порой уединения, так, чтобы вас никто не дергал и не трогал, чтобы вы могли подумать о каких-то своих планах в тишине и в спокойствии. Но под вашими ногами выпала очень активная карта Туза Мечей. Эта карта буквально снизу пронзает эту карту, а это говорит о том, что вы долго в таком состоянии спокойствия находиться не сможете, вам просто не дадут. Тут будут какие-то или важные задачи, или важные вопросы, которые нужно будет решать здесь и сейчас. В каких-то вопросах вам нужно будет принимать быстрые решения, а не сидеть и думать, выжидать. Конечно, вы можете использовать и ту, и другую тактику, где-то выжидание, где-то активности. В таком случае вы на правильном пути. Эта карта говорит о том, что вам самому или самой изначально нужно в каких-то вопросах для вас наиболее важными сделать первый шаг. То есть, если есть какая-то проблема, вы должны кому-то об этой проблеме напомнить, рассказать, попытаться самостоятельно что-то сделать. Эта карта показывает любой первоначальный импульс, любое первоначальное действие, конкретно ваше. Да, что-то может упираться в сложности, но мы здесь видим не просто меч, мы видим руку воина, и меч этого воина венчает корона победителей. То есть, если вы что-то сделаете вовремя, проявите волю, характер, настойчивость и смелость, вы сможете многое решить, и вот эти проблемы будут отступать сами собой, которые существуют. Возможно, кому-то нужно решить какие-то официальные вопросы касательно бумаг, договоренностей. Это могут быть и любые переговоры, и любые важные встречи, это может быть любая работа с информацией, и ваш постоянный анализ, который будет вам во всем помогать. Я вижу, что вам нужно иметь какой-то план, стратегию, которой вы должны придерживаться. Если вы будете сидеть на месте, то вашими слабостями кто-то попытается воспользоваться. Вас могут упрекать. Финансово вы сами для себя будете понимать, что нужны изменения, и даже если меня смотрят люди, которые на пенсии, или вы в силу других причин дома, я вижу, что вы могли бы для себя найти что-то как подработку, но вы не особо хотите работать, вы хотите, чтобы кто-то работал на вас по этому аркану. В таком случае вам нужно попытаться организовать что-то свое. У вас может быть дополнительный источник дохода. Возможно, кто-то что-то будет решать в обход закона, используя какие-то хитрости или своего рода манипуляции. Эти карты тоже об этом могут говорить. Ну и теперь снова возвращаемся к двум центральным картам. Карту дьявола я уже вам озвучивала. Что важно по этому аркану? Что те, у кого есть долги или кредиты, тут тоже нужно что-то решать, потому что вы себя можете вводить в еще большую кабалу или в еще большие задолженности, если не делать ничего. Нужно как-то выкручиваться и изворачиваться, если долги имеются. Постарайтесь не оформлять никаких новых кредитных линий, потому что будут сложности отдачи, возникнут или позже проблемы с банками или с официальными лицами. Если у вас есть собственные должники, скорее всего люди, которые вам должны, у них есть деньги, но они вам крутят просто голову и не хотят деньги пока отдавать, ссылаясь на массу тех или иных причин, безденежья, но это лишь игра. Тут могут быть любого рода манипуляции. Никому не одалживайте деньги, если у вас просят, потому что красиво расскажут. Вам могут даже предлагать какие-то весьма авантюрные проекты, подработки. Тоже, прежде чем согласиться, подумайте, какими могут быть последствия и что это вам даст, потому что в предлагаемых вариантах могут быть какие-то подводные камни. Если кто-то из вас имеет дело с людьми власть имущими, люди из органов могут пользоваться своей властью или люди при власти пользуются своим положением. Поэтому в каких-то важных делах для вас могут быть проволочки и тоже манипуляции. Кто-то может преследовать какой-то свой корыстный интерес или свою выгоду, но тут может быть и многое другое. То, что вы не будете без денег вообще, это однозначно, об этом говорит и десятка чаш. Она говорит о том, что в чем-то вы будете видеть урожай. Эта карта может показывать и отдых, и празднование чего-либо. Может быть, вы где-то будете что-то отмечать довольно-таки в шумной компании, или вам хочется такого громкого веселья. Но будьте умерены в своих желаниях. Неправильный отдых иногда может и навредить. У кого-то тут прослеживаются любовные страсти по этим картам. Даже если вы в паре, даже если вы в семье, тут явно есть еще какие-то искушения лично ваши. Но и, скорее всего, своему партнеру или партнерше вы полностью не доверяете. Нежелание человека отпустить, страх потерять, хотя вы этого в жизни не признаете. Желание любыми отношениями управлять, что личными, что рабочими. По этой карте вам кто-то может предлагать какие-то теневые сделки. Может быть, это какие-то ваши собственные планы таких сделок. Да, заработать вы можете, но все-таки могут быть последствия. Поэтому все продумывайте. По этой карте можно как неплохо заработать, так же само можно многое потерять или многого лишиться. Две эти карты говорят о том, что в вашем доме, в вашей семье также идут какие-то постоянные манипуляции. Но так как это карты ваших кармических задач, в отношении своих и близких вы себя именно так и должны вести. Говорите вашим близким то, что они от вас хотят слышать, и тогда будет мир, будет спокойствие и будет вам радость. Но десятка чаш обещает любую радость, довольство. Карты показывают сладострастия, желание себя чем-то побаловать, но повторюсь, что тут все должно быть в меру. Переходим к нашим семейным парам и посмотрим, что в ваших домах, что в ваших отношениях. Хотя о личных отношениях я уже успела сказать многое. У наших семейных пар в ваших домах активность. Активный лично вы. Об этом говорит карта колесницы. Вы делаете что-то для того, чтобы в доме были изменения. Возможно, кто-то из вас находится в состоянии частых разъездов. Конечно, это отношение никаким образом не улучшает, так как рядышком дьявол. Может быть, ваш партнер находится в частых разъездах. Может быть, вы думаете о переезде, смене места жительства, покупке или продаже по недвижимости. Для этого наиболее благоприятно вторая половина месяца или даже, скажем так, последняя неделя месяца и первая неделя месяца благоприятно для таких манипуляций. В любом случае, благодаря именно вашим действиям будут видимы изменения. Но такое впечатление, что ваш партнер или партнерша порой вам не помогает, а наоборот мешает. Потому что у него или у нее на все свой взгляд, на все свое мнение карта может показывать споры, разногласия и то, что в конечном итоге каждый из вас остается при своем мнении, но вы окажетесь правы. может быть из-за каких-то общих дорог у вас тоже могут возникать споры или как раз споры могут возникать из-за тех перемен, о которых вы думаете. И у каждого из вас на этот счет опять-таки свое мнение. Но вы вместе отношения сохраняются. Перейдем к нашим свободным львами-львицам. Для свободных выпала шестерка монет и десятка монет. Две лучшие, прекрасные материальные карты в колоде. Прежде всего эти карты предвещают для вас финансовую стабильность, рабочую стабильность, если вы при работе, если вы без работы, вы сможете себя реализовать максимально. Также я вижу, что вам кто-то очень сильно будет помогать или из родных и близких, или из вашей семьи. По этому аркану вас также могут ждать какие-то семейные праздники и торжества. В вашем раскладе это уже вторая десятка, одну мы видели в центре. Вообще эти две карты вместе могут показывать какие-то перемены, новые обстоятельства, которые повлияют на вашу жизнь благотворно, но это что-то то, чего вы пока еще не видите. Одни процессы подходят к логическому завершению и начинаются какие-то новые, но дающие вам возможности или преимуществ. То, что касается личных моментов, если вы уже с кем-то встречаетесь, тут, конечно, могут бушевать страсти и ревность и готовность партнера удерживать, желание того, чтобы партнер или партнерша где-то частично решал ваши проблемы, но так оно и будет. Партнер или партнерша готов будет на все для того, чтобы вас поддержать, вам помочь и будет предлагать даже какие-то свои блага. Возможно, кто-то уже ведет совместный быт, у вас есть общее планирование бюджета, финансов, может быть, у вас есть какие-то общие рабочие проекты и вы хотите серьезных отношений с этим человеком. Я не вижу того, чтобы вы расстались, но вы все равно до конца как бы не уверены и в вашем подсознании вот есть некоторый страх. Если вы по-прежнему свободны, конечно, и по колесу фортуны, и по дьяволу вас могут ждать знакомства интересные, в вашу жизнь могут входить очень яркие люди, которые с первого взгляда вас могут обворожить, заворожить, но не стоит слишком влюбляться или слишком обольщаться, так как мы в центре видим вот эту замечательную карту, которая говорит о том, что в этих отношениях вы можете не один или не одна. Возможно, и то, что к вам могут притягиваться партнеры, имеющие еще где-то отношения, или семейные, или красиво рассказывающие, обещающие, но по факту это все может оказаться лишь игрой, фальсификацией, снова давайте вернемся к двум центральным картам дьяволу и десятки чаш, так как это карта семьи, две карты вместе вот этих говорят о каких-то любовных играх, любовных манипуляциях, при том это может касаться всех львов и львиц, и тех, кто в паре, и тех, кто в свободном поиске, поэтому не слишком доверяйте и перепроверяйте многие из вас то, что касается наших свободных львов и львиц способны заниматься и благотворительностью я вижу, что когда у вас есть деньги или когда есть доход вы сами готовы кому-то помочь но когда вы помогаете вам хочется чтобы вам были благодарны чтобы о том что вы для кого-то делаете непременно помнили но для вас карты очень хорошие эти карты даже говорят о том что если вдруг вам в какой-то момент нужны дополнительные финансы на что-либо есть рядышком люди которые вам без проблем на какую-то небольшую сумму дадут ну а теперь давайте посмотрим что в форс-мажоре для женщин а затем для мужчин для женщин выпла карта четверки монет эта карта говорит о том что несмотря на то что может быть очень много искушений потратить стоит по этому аркану деньги накапливать и возможно какие-то резервные деньги вам пригодятся в будущем но о том сколько у вас есть наличие где вы храните деньги каким образом вы их зарабатываете об этом никто не должен знать это должна быть тайна закрытая на замок мы видели эту карту в перевернутом виде то есть какие-то ваши доходы или истинные финансы должны быть сокрыты от чужих глаз таким образом вы себя убережете и от сглаза и от зависти деньги любят тишину и эта карта говорит о том что вы должны внимательно вести все финансовые дела контролировать и приход и расход денег говорится о том что вам нужно будет может быть даже сознательно в какой-то момент на чем-то сэкономить для того чтобы отложить ну а теперь посмотрим на карту форс-мажора для мужчин для мужчин выпала карта старшего аркана мага еще одна карта ярких манипуляций карта людей очень способных очень одаренных и если говорить о мужчинах то возможно вы себе почувствуете вот этот талант свое превосходство над кем-то но вы всю эту энергию можете направить в правильное русло эта карта может показывать начало новых проектов старт в чем-то для вас интересном по этой карте возможно вы неожиданно для себя что-то с чем-то будете совмещать или с чем-то экспериментировать в профессиональной среде финансах вам кто-то может предлагать какую-то свою помощь но тоже не без своего интереса или не без своей выгоды но вам скорее всего стоит согласиться на что-то потому что в этом будет и ваш интерес так как в вашем раскладе выпало две интереснейших карты 15-й старший аркан карта дьявола и карта мага как видите выпало угловой картой расклада это может говорить о том что либо кто-то из вас имеет причастность к магии либо вас интересует тема магии либо вы с этой темой уже сталкивались ранее возможно кто-то из вас будет даже продумывать какие-то ритуальные работы для себя для коррекции своей жизни и судьбы для собственного благополучия и так как именно в марте будет один из самых сильных дней в году это будет 20 марта день весеннего равноденствия возможно именно в этот день многие из вас или кто-то из вас будет проводить определенные ритуалы для себя но возможно вы кому-то по этим картам будете обращаться за такими услугами может быть кто-то в себе чувствует способности к магии и вы хотите этим заниматься но вас может интересовать не только белая но и черная магия вас действительно может увлекать гипноз может быть вы что-то в такой сфере для себя захотите изучать для того чтобы управлять кем-то или на кого-то влиять ну а теперь давайте посмотрим что же осталось на дне колоды на дне колоды выпала восьмерка чаш это как дополнительная информация для вас эта карта говорит о том что будут моменты когда вам может быть захочется все или бросить или не захочется с кем-то общаться может быть вам захочется сменить круг общения или вы не захотите общаться с конкретным человеком потому что вам будет казаться или вы будете внутренне ощущать то что вам с кем-то не по пути или вас кто-то не понимает или кто-то вас не слышит а вы способны на большее вы достойны лучшего но может быть это только своего рода игра или демонстрация ухода потому что все-таки в центре дьявол а на самом деле у вас будет внутреннее желание чтобы вас возвращали чтобы за вас боролись и тут нужно еще понимать куда мы уходим уважаемые львы и львицы таким для вас был расклад на март месяц расклад получился очень интересным я думаю что вам есть о чем подумать я желаю вам всех земных благ и радости вам и вашим близким благодарю вас за просмотры подписывайтесь на мой канал и я не прощаюсь с вами я вас всех жду в следующих еженедельных прогнозах всем до свидания до свидания до свидания Субтитры создавал DimaTorzok